Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камраде и Кишиневе в 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сверкили. Сегодня среда 26 апреля и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране и правду о войне в Украине, которая несомненно повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня в выпуске у нас исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петро Маковей. С ним мы поговорим о том, почему российская пропаганда по-прежнему присутствует в Гагаузии и почему власти страны не могут справиться с ситуацией. Во второй части этой программы мы поговорим с историком и политологом из Польши Петром Олексой о сотрудничестве Польши и Украины и возможности создания союза между этими двумя странами. В третьей части выпуска мы поговорим с Ильей Бером, российским журналистом и фактчекером о возможности блокировки YouTube в России. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о том, почему российская пропаганда по-прежнему присутствует в Гагаузии, несмотря на все меры, которые предпринимает государство Республики Молдова по ограничению доступа российской пропаганды в информационное пространство Республики Молдова. Тем не менее, мы видим, что российский канал по-прежнему транслирует, что не хватает органам власти для того, чтобы, скажем так, ввести в действие законодательство Республики Молдова, в том числе на территории Гагаузии. Я предлагаю поговорить с главой Ассоциации независимой прессы Петром Маковеевым. Петру, здравствуйте. Добрый день. Петру, ну начну с того вопроса, который я обозначил в вступлении. Почему российская пропаганда по-прежнему присутствует в Гагаузии? Есть куча важных решений, ну не куча, но несколько важных решений, принятых Молдавским государством, парламентом, в частности, да, по запрету и ограничению российской пропаганды, но в Гагаузии она по-прежнему присутствует. В чем проблема? Ну, наверное, нужно говорить о том, что российская пропаганда по-прежнему присутствует на всей территории Молдовы, хотя были приняты меры, о которых вы говорили. И это случается потому, что наша страна и несколько других стран бывшего Советского Союза является благодатной почвой для российской пропаганды, потому что есть агенты российского влияния, которые были и раньше, но с началом войны России против Украины они свою деятельность расширили, они начали продвигать новые нарративы, и, соответственно, людям, которые, жителям Республики Молдова, а в гагаузской автономии тем более. Если говорить о гагаузской автономии в частности, то вся эта ситуация, на все это накладывается и политическая составляющая, а именно тот факт, что большинство гагаузских политиков, они продвигают пророссийские нарративы, они обманывают людей, когда говорят о том, что помощь от российских федераций для гагаузии и для всей Молдовы она очень существенна, это просто люди, которым не хватает информации, не хватает навыков аналитического мышления. И в этом виноваты в том числе и средства массовой информации, потому что те новости, та информация, которая им преподносится зачастую является по большому счету спекулятивной и распространяет и продвигает те же самые месседжи и нарративы, которые продвигают гагаузские политики. Да, были предприняты некоторые меры и был ужесточен и Кодекс телевидения и радио, и Совет по телевидению и радио предпринимает некоторые меры на национальном уровне, но их однозначно недостаточно. А в том, что касается гагаузской автономии, вообще центральные власти пытаются решать эти проблемы без того, чтобы применять какие-то санкционные действия. Иначе я не могу объяснить тот факт, что на территории автономии продолжают ретранслироваться российские пропагандистские телеканалы, а они напрямую влияют на мировоззрение и на выводы, которые делают люди о ситуации в регионе и в нашей стране в том числе. Ну хорошо, если разделить вот эту вот российскую пропаганду, она присутствует, как бы если резюмировать то, что вы говорите, она присутствует в трех измерениях. Она присутствует в эфирном телевидении и радио, она присутствует в кабельных сетях в основном, она присутствует в онлайн-медиа, потому что Facebook, TikTok и все остальные социальные сети, они заполнены российской пропагандой и они присутствуют в нарративе и в риторике политиков. Национальной власти, в частности, Координационный совет, безусловно, может повлиять на то измерение, которое связано с эфирным телевидением, потому что был отменен закон о лицензировании отдельных видов деятельности в Гагаузии, был принят закон о запрете российской пропаганды, но мы видим, что кабельные сети территории Гагаузии по-прежнему ретранслируют. Вот в этой части, чего не хватает национальным властям, в частности, Координационному совету? Смелости или не хватает рычагов воздействия? Как вы думаете? Не хватает решительности и политической воли на национальном уровне, чтобы навязать выполнение закона. Закон един для всех, на национальном уровне и на региональном уровне. Тот факт, что в Гагаузской автономии кабельщики продолжают ретранслировать российские пропагандистские каналы, являются прямым нарушением закона. И эта ситуация, в принципе, она появилась не два года назад и не год назад, когда были приняты эти решения о запрете ретрансляции. Эта ситуация была и ранее, и национальные власти в духе попыток решать вопросы на основе какого-то диалога. Всегда пытались, они были очень нерешительны, когда говорили об этом. Я уверен, что, и в принципе, закон это предусматривает. У Гагаузской автономии нет и не может быть компетенции относительно аудиовизуальных средств массовой информации. Это компетенция национального уровня, и никакие решения, которые могут быть приняты, и раньше, напоминаю, предпринимались на уровне Гагаузской автономии о лицензировании каких-то там телеканалов, они изначально являлись антиконституционными. К сожалению, ни один из депутатов Молдавского парламента до сих пор, я не помню такого случая, чтобы они опротестовали, допустим, в Конституционный суд какие-то решения, которые предпринимались на региональном уровне в Гагаузе относительно аудиовизуальных средств массовой информации. И это, в принципе, является следствием, повторюсь, нерешительности властей, которые не хотят, чтобы конфликт разрастался. И так существует определенный конфликт, который, по большей части, это искусственно созданный конфликт гагаузскими политиками, которые оседлали этого, фигурально говоря, оседлали коня российской пропаганды и пытаются на этом заработать какие-то политические баллы, в том числе в условиях кампании по выборам Башкана. И национальные власти, по большому счету, по-моему, даже не знают, что с этим делать. Ситуация может извиниться... Конфликт вы какой имеете в виду? Конфликт с Кишиневым вы имеете в виду или с кем? Да, искусственно созданный конфликт относительно так называемых компетенций гагаузской автономии. Это излюбленный нарратив ваших региональных политиков и регионального телевидения, общественного телевидения, которые только об этом почти каждый вечер говорят и навязывают политическую агенду, политическую повестку дня своим жителям относительно того, что Кишинев пытается урезать компетенции, что Кишинев только и думает о том, чтобы ликвидировать автономии и так далее и тому подобное. Это искусственные, повторюсь, нарративы, которые продвигают местные политики и которые навязываются жителям Гагаузии. Хорошо, а вот если говорить о разнице на национальном уровне, на национальном уровне те миры, которые предприняло государство и парламент по борьбе с российской пропагандой, они дают свой результат, по вашим наблюдениям? Да, они дают результаты и даже отчет Совета по телевидению и радио, которое госпожа Лилиана Витцу представила в парламенте Республики Молдова на днях, показывая, что ситуация немного улучшилась. Если смотреть по мониторингу телевидений, национальных телевидений, которые ранее ретранслировали какой-то контент из Российской Федерации, сейчас ситуация значительно лучше, чем она была еще полгода назад, уже не говоря о начале войны России против Украины. Конечно же, сейчас, и это уже не говоря о том, что сам Совет по телевидению и радио еще не начал наказывать телевидение и радио за распространение дезинформации. Напомню, в прошлом году в Кодексе о телевидении и радио было включено понятие дезинформация, и Совет по телевидению и радио только будет делать мониторинг относительно того, какие дезинформационные нарративы распространяют разные телеканалы. Пока он этого еще не делал, еще разрабатывается методология этого мониторинга, но Совет мониторит выполнение телевидениями и радиостанциями статьи 13 Кодекса, которая предусматривает плюралистический подход и плюрализм мнений в передачах. И многие телеканалы были санкционированы, они заплатили большие штрафы. Это еще не коснулось общественного гагаузского телевидения, хотя там очень много проблем и плюрализм мнений там отсутствует. Хорошо, вот как раз мой следующий вопрос был связан с гагаузским телевизием, общественным телевизием, который пользуется деньгами налогоплательщиков, не только из Гагаузии, но, я так понимаю, из остальной части Республики Молдова, потому что бюджет Гагаузии на 60% состоит из трансфертов, а из этого бюджета Гагаузии перечисляются деньги в ГРТ, то есть ГРТ содержится из этих денег. Вот как дела обстоят там? Лучше стало с пропагандой, хуже стало с пропагандой? Пророссийская в основном пропаганда, насколько я понимаю. Ну, пророссийская пропаганда на ГРТ существует, она продвигается не журналистами в основном, но гостями телепередач, а это очень часто так называемые активисты, вроде Михаила Влах и других, и политики, которые являются пророссийскими и которые продвигают пророссийские нарративы, пытаются всячески скрыть от общественности ту роль, которую играет Российская Федерация в войне против Украины, те преступления, которые совершает Россия на территории соседней страны и так далее. Кроме этого, на общественном телевидении, к сожалению, отсутствует как таковой плюрализм мнений. Я смотрел, как проходят дебаты кандидатов на выборах Башкана, и я в легком шоке от непрофессионализма, ведущей этих дебатов, потому что никакие неудобные вопросы кандидатам в Башкана она, в принципе, не задает. Тогда я спрашиваю, а что это за журналистика такая, которая только представляет кандидатам, которые хотят занять самый главный пост в Гагаузской автономии, просто предоставляют им трибуну для того, чтобы они продвигали свою какую-то предвыборную программу. Журналистика должна защищать общественный интерес. Я уверен, что общественный интерес жителей Гагаузской автономии в этом и заключается, чтобы задавать кандидатам в том числе неудобные для них вопросы о их имуществе, о том, как о их политических взглядах, предпочтениях, о том, как они за одной партией к другой примкнули и так далее, и другие вопросы. Люди должны знать, кого убирают. Сейчас из этих восьми кандидатов, которые баллотируются на пост Башкана в Гагаузе, очень многие имеют полукриминальные биографии, и их нужно рассматривать, журналисты должны это делать. В этом и заключается суть и миссия журналистики. К сожалению, на ГРТ она отсутствует, наверное, потому, что руководство этого телеканала и наблюдательный совет поощряют такого рода псевдожурналистики. Хорошо. А вот за то, что ГРТ нарушает несколько передач, которые не соблюдают баланс мнений, плюорализм мнений, какие рычаги воздействия на общественное телевидение у Корниционного Совета есть, для того, чтобы заставить телевидение соблюдать геонтологические нормы и законы? ГРТ является тем же самым телевидением, как и все остальные. Закон, повторюсь, един для всех. Соответственно, ГРТ должно быть наказано за те нарушения, которые там есть. Я надеюсь, что Совет по телевидению и радио после первой ситуации, которая была недавно, и было общественное порицание, или как у нас же градуальная такая система наказания за нарушение закона, я надеюсь, что Совет по телевидению и радио будет принимать санкции, в том числе против ГРТ, в случае, если будут по итогам мониторинга доказаны нарушения. И для ваших некоторых политиков и так называемых журналистов, которые во время этой кампании стали пропагандистами и агитаторами за определенных кандидатов, я хочу отдельно передать месседж, что это ни в коем случае не является атакой на общественное гагаузское телевидение. Это, наоборот, является попыткой воссоздать общественное телевидение во благо и в интересах жителей Гагаузии, а не определенных политических групп. И никакие там кампании, руки прочь от кого-то там ГРТ или от кого-то другого. Конечно же, это жалкие попытки политиков и псевдожурналистов, которые с ними работают, для того, чтобы оправдать свою работу на общественном телеканале, который, как вы правильно сказали, финансируется из налогов всех жителей. А, кстати, чем закончилась эта кампания, руки прочь от ГРТ? Ну, эта кампания закончилась так же, как закончилось и предсказание депутата парламента от партии Шор Марина Таубер. Она уже предсказательница, она же всех пугала тремя тысячами гробов сразу на второй день после Пасхи. Конечно же, это так называемый баллон-десапун, мыльный пузырь, да, который пытаются некоторые политики преподать для того, чтобы, в надежде, что люди клюнут на такого рода пропагандистские наживки. Господин Макавей, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментирую ситуацию. Будем рады видеть вас еще раз. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о союзе Польши и Украины, что стоит в основе этого союза и как далеко может пойти или развиться этот союз между этими двумя странами. Об этом я предлагаю поговорить с Петром Алексой, историком-политологом из Варшавы. Петр, приветствую. Привет, но он не из Варшавы, а из Познаний, если уже, да. В Познании это второй город в Польше. Да, поздно, да, прошу прощения. Зачем поздно? Да, мои извини. Петр, ну для начала давайте для нашей аудитории объясним, почему для Польши так важно поддерживать Украину. Потому что мы видим вот эту беспрецедентную помощь, которая идет со стороны Польши, беспрецедентное количество беженцев, которые приняла Польша. Польша фактически является главным рупором и адвокатом Украины на международном уровне в вопросе европейской интеграции, особенно сейчас в вопросе военной помощи, и не только военной помощи для Украины. Почему для Польши это так важно? Вы можете как бы так объяснить это для нашей аудитории? Короче говоря, в большей части нашего населения, нашего общества и тоже в самой большей части политического класса есть как бы сознание, что Украина борется не только за свою независимость. Но это происходит борьба за будущее всей Европы, особенно восточной и центральной Европе. Конечно, у нас есть как бы исторический опыт. Устроительский опыт, когда мы теряли независимость из-за российской экспансии, из-за imperialистических или империйских движений Российской империи и потом Советского Союза. Это время, когда мы вполне потеряли нашу независимость, в конце XVIII века, когда Россия, Пруссия, Австрия как бы разорвали Польшу. И потом, после Второй мировой войны, когда между 1945 годом и 1989 годом, Польша была не в полне независимым государством. Это мы были как бы сателитом Советского Союза. Как мы это воспринимаем. И этот исторический опыт играет очень сильную роль. Это исторический опыт и память. Историческая память. Потому что обычно время, когда мы были под влиянием России, это время приносили тоже очень большие жертвы. Я имею в виду жертвы людей, которые вывозили в Сибирь. Даже Катынь, это 43 год, когда Советский Союз убил несколько тысяч польских интеллигентов, полицейских и так далее. 45 тысяч, по-моему, в Катынье убили офицеров, военных и полицейских. Да, да, да. И это одно. Второе, это то, что у нас есть такая политическая концепция, которая развивалась еще в 70-х на эмиграции, среди интеллигенции, которая находилась тогда на эмиграции, что независимая и сильная Польша может существовать, когда мы сможем ограничить империалистические движения России. А мы сможем это ограничить, если между нами будут сильные независимые государства. И из-за того, что сильная и независимая Украина, Литва и тоже Беларусь, если она когда будет возможна, это как бы самый важный фундамент нашей независимости и возможности развития. Конечно, это такие фундаменты того, что Польша так сильно поддерживает Украину. И это вот этот вот фундамент и этот консенсус, я так понимаю, он есть во всем польском обществе и во всем политическом классе, и среди правых политиков и левых политиков, я правильно понимаю? Конечно, сложно сказать, что во всем, да, но я бы сказал, что в большинстве, да, две трети или четыре, 80%, где так более-менее говорить. Конечно, там есть какие-то нюансы, да, что, например, есть там особенная группа людей, которые говорят, что может мы не должны так очень сильно входить в этот конфликт, да, или есть люди, которые уже начинают поднимать вопросы, как бы, касающиеся украинских беженцев, беженцев в Польшу, да. Есть радикальные правые силы, которые пытаются эти вопросы использовать в политическом смысле. Но, так, в мейнстриме СМИ, и тоже в мейнстриме, и тоже, что касается, как бы, политического класса, значит, правых и левых, а у нас очень большой раскол в политическом классе, и очень большой раскол в обществе по политическим вопросам, это один, единственный вопрос, который объединяет всех. Объединенный вопрос по поводу помощи Украины, я так понимаю, да? Да, да, да. Хорошо, а вот недавно Зеленский, Владимир Зеленский был в Польше, и все это назвали возрождением Речи Посполитой, да, то есть, как бы, потому что, если в историю посмотреть, вот этот первый раздел Польши и второй раздел Польши был возможен после того, как Россия перетянула и перетела на свою сторону Украину, да, то есть, как бы, Польша ослабла, и, как бы, произошел, стало возможным тот раздел Польши между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией, который лишил Польшу своей независимости на многие годы. А вот, насколько возможно вот это возрождение, какой-то союз между Польшей и Украиной, да, как далеко он может пойти, если Украина, допустим, ну, не станет членом НАТО или не станет членом Советского Союза, хотя это, с моей точки зрения, маловероятно, рано или поздно все равно встанет, но вот, насколько вот этот союз между двумя государствами может углубиться? Этот лозунг в возрождении Речи Косполитой, он так сильно не прозвучал в наших СМИ, да, я его нашу, но это так сильно не прозвучало, мы более говорили, в Польше больше говорилось о просто союзе, как бы, да, о сотрудничестве, совместной работе и совместной борьбе за безопасность в Европе. И, что касается, как бы, возможно, будущего, да, конечно, ну, с этой точки зрения сегодня это выглядит так, что в будущем, как бы, Польша и Украина будут стратегическими партнерами, но в реальном смысле, да, потому что мы знаем, что у всех стран формально есть очень много стратегических партнеров, но так реальных нисколько, да. И, конечно, очень возможно, что это сотрудничество будет очень сильное и очень такое реальное с точки зрения опасности, стратегии, тоже экономики и так далее. Очень важный фактор тот, что в Польше сейчас живет очень много-много-много украинцев. И просто так 10 лет назад, когда я учился русский язык, 15 лет назад, когда я учился русский язык и немножко украинский язык, когда я слышал украинский или русский язык на улице, я сразу спрашивал человека, вот, кто ты, да. Это было что-то очень необыкновенное. Сейчас иногда в магазинах, да, ты слышишь украинский, особенно в больших городах, в той же самом ступени, как в Польше, да. И это тоже, для нас это что-то вообще новое, да. Это что-то в общем новое. Ну, конечно, говоря о каком-то союзе, он будет возможен настолько, насколько Украина будет сблизиться, да, или будет интегрировать себя в НАТО и Евросоюз, да. Потому что я не думаю, чтобы, это невозможно, чтобы, как сотрудничество с НАТО, часто в НАТО и Евросоюзе будет намного важнее для Польши, чем, как бы, союз с Украиной, да. И в том мы видим наш смысл, значит, чтобы приблизить Украину к НАТО, к Евросоюзу, да. Эти рамки, как бы, framework НАТО и Евросоюза немножко ограничивают возможности сотрудничества, да, построения союза между членом Евросоюза и НАТО и страной, которая не является членом Евросоюза и НАТО. Мы можем изобразить в себе, что отношения Польши и Украины могут в каком-то ступени выглядеть немножко, как отношения Румынии и Молдовы, двух стран, которые в таком общественном смысле являются в очень таком тесном, ну, и связи, которые сотрудничают и работают на очень многих-многих платформах. Но здесь есть, конечно, другой вопрос, что Украина – это, как бы не Молдова, это намного больше государства, да, по количеству людей больше, чем Польша, да, и тоже мы сейчас сталкиваемся с этим вопросом, что украинская экономика, промышленность, а особенно agriculture, сельское хозяйство, да, это может быть конкуренция для польской сельскохозяйственности, да, и это тоже надо, как бы, осознавать, мы это сейчас осознаемся, и с этими вопросами надо работать. Значит, да, сотрудничество в области стратегии безопасности и на общественном уровне, наверное, очень-очень возможное, но это, наверное, будет, как бы, сотрудничество двух независимых государств, партнеров, а не какой-то ступень, ступень, не знаю, постройки совместного государства. Это political fiction. Понятно. Ну, то есть, в любом случае, задача первоочередная Польша – это способствовать интеграции Украины в Европейский Союз и в НАТО, да, и дальше уже в рамках этих рамок НАТО, Европейского Союза, выстраивать какие-то союзы, которые возможны в рамках этих организаций. То, что мы видим... Да, потому что мы видим разные союзы, допустим, та Вишеградская группа, которая есть, страны Центральной Европы, но там все эти страны являются и членами НАТО, и членами Европейского Союза, да, и там уже... Да, да. Польша и Румыния, значит, Польша начала несколько лет назад такой проект, то, что союза, государств, которые находятся между тремя морями, между Балтийским морем, Адриатийским и Черным морем, и это касается как бы государств, которые являются членами Евросоюза, да, это Труйморье называется. Труйморье, да, Труйморье, да. По-польски Труйморье, да. И сейчас мы начинаем как бы дискуссию об этом, что Украина и Молдова тоже должны стать как бы в каком-то ступени членами Труйморья, да, значит, или партнерами Труйморья, потому что пока что этот проект интеграционный и проект сотрудничества касается только членов Евросоюза, но, наверное, есть возможности начать партнерство тоже с другими странами, особенно с Молдовой и Украиной, а такими самыми двигающими силами в Труйморье, это сейчас Польша и Румыния. В сентябре будет следующий саммит Труйморья в Букаресте, и разговоры по этому вопросу, наверное, там будут, наверное, там будут, а скажу только, что этот проект касается в большинстве развития сотрудничества в области экономики и инфраструктуры, дорожной, железнодорожной и энергетической совместной инфраструктуры. Хорошо, а вот тут российская пропаганда и некоторых западных СМИ появляется такое, знаете, сообщение о том, что якобы Запад устал от войны в Украине, да, и хотят ее там сворачивания и вообще неизвестно надолго ли хватит солидарности и так далее. Вот, что бы вы ответили, ну, исходя вот в Польше, чувствуется эта усталость или как бы там есть готовность идти до конца, поддерживать Украину до конца? Открыто говоря, я слышу эти высказывания, но они больше всего из российской пропаганды, да, и когда я говорю коллегами из западных стран или читаю другие западные СМИ и так далее, я этого не чувствую, по-другому. Я чувствую, что как бы на Западе есть ощущение, что мы настолько инвестировали в этот конфликт, что мы уже не можем устать, да. То есть у нас нет права устать. Мы инвестировали денег и оружие и так далее, что мы не можем устать, да. Надо выдержать до конца. И это первое. А второе, это то, что мы очень много об этом слышали осенью, когда мы слышали, что зима, это будет серьезная зима, серьезно по поводу того, что там в Германии, в других странах они замерзнут, газа не будет, ничего не будет, холодно будет и так далее. Ну, зима прошла, весна идет и мы слышим то же самое, да. Значит, один единственный вопрос, который может сейчас как бы серьезно что-то поменять, это как бы, конечно, выборы в США, выборы в США, потому что если победить, который то из республикаанских кандидатов, он может просто поставить больше на политику международного изолационизма. Это не то, что он вообще откажется от Украины, но это будет изолационизм. И могут появиться тоже как бы вопросы такие экономические, да. Что касается примерно украинского зерна и что польские сельскохозяйники сейчас подумали, что они страдают от украинского зерна примерно, да. И здесь есть какие-то небольшие противоречия, но это все для выработания. От украинского зерна, которое они сами скупили в надежде продать подороже. То же самое произошло в Украине, в Румынии, да, извините. Скупили по дешевке украинское зерно в надежде продать подороже, а тут оказалось не дороже, как бы все. Ну, что поделаешь, да. А вот, ну, в США тоже, это тоже единственный вопрос, который объединяет на сегодняшний день и правых и левых, из того, что мы видим, да. Вопрос поддержки Украины, да. Там, безусловно, есть Трамп, который... Да, я не специалист по США, но у нас, сколько понимаю, ситуация, это не тот вопрос, что как бы республикаанский будущий президент, если такой будет, он сразу скажет, что мы отказываемся от поддержки Украины, что просто он немножко может поменять динамика, да, что медленно-медленно эта поддержка может быть слабше, да, установиться, ну, медленно-медленно, но не из-за того, что они захочут поддержать Россию и так далее, но что просто для них, как бы, такой международный изоляционизм будет тем, что они хотят пользоваться. Ну, это, думаю, что есть какая-то угроза, но не очень сильная. Хорошо, а что Европейский Союз в этом плане? В Европейском Союзе такое же ощущение, о котором вы говорили, которое есть в Польше, что мы вложили в этот конфликт слишком много, чтобы устать. У нас нет права устать, грубо говоря, из того, что я понял. Да, думаю, что да, думаю, что да. Конечно, Европейский Союз это такое странное животное, в котором постоянно все ссорятся, и есть разные голоса. И то, что политики используют вопросы международной политики для внутренних дел, да, и здесь есть, как бы, три уровня политики. Значит, есть государственная политика, есть политика внутренней Евросоюза, есть внешняя политика Евросоюза. Это все смешивается, и мы слышим, как бы, сейчас в Евросоюзе есть, как бы, большая дискуссия о стратегической автономии Евросоюза, да. Короче говоря, об этом, поскольку, что президент Франции Эммануэль Макрон, он уверен, как бы, что Евросоюз должен поставить свою стратегическую автономию и не ходить везде вслед за США, как он сказал. А другие, как мы, как поляки, как Варшава, говорят, что союз Евросоюза и США это самый важный фундамент безопасности в этой части мира. И, конечно, есть дискуссии по этому поводу, но они больше касаются Китая, они касаются политики возле Китая, не возле России, да. Значит, если президент Франции говорит, что наша политика, внешняя политика, должна немножко отличаться от американской политики, тогда он говорит о вопросе Китая, Тайвана и так далее, а не о вопросе поддержки Украины и российской агрессии. То есть, в этом, в плане, в вопросе поддержки Украины и Европейский Союз и США, они практически на одном уровне, я так понимаю, да, то есть общая агенда, грубо говоря. Да, да, конечно, как я сказал, в СМИ, в публичной жизни и так далее мы можем найти очень-очень много разных мнений. Это специфика Евросоюза, это то, что самое хорошее в Евросоюзе, да. И даже некоторые политики скажут что-то, что отличается немножко от мейнстрима, как бы. Но на уровне дипломатии, стратегии и реальной работы, это так, как ты сказал. Петр, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузе. Спасибо. 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 Ну, а с вашей точки зрения, почему до сих пор дают ютубов вещать? Потому что там очень много российских блогеров, в том числе и тех, которые находятся за рубежом и которые явно работают против путинского режима, для того, чтобы информировать людей внутри России. Почему до сих пор этого не делают? Ну, тут могу только пересказать такую консенсусную точку зрения по этому поводу. Ответ такой, потому что вреда от этого, по мнению, ну, здесь вероятнее всего администрации президента России, будет пока что больше, чем пользы. Как только с их точки зрения, да, и в их аналитических записках, значит, вред будет, то есть польза будет перевешивать, вред, да, ютуб заблокируют. И, собственно, ну, то есть те как раз люди, которых вы упомянули, то есть популярные ютуб-блогеры и ведущие оппозиционных или просто независимых ютуб-каналов, считают, что этот момент наступит действительно вот-вот. У кого-то есть какие-то инсайдерские источники, где-то там в районе администрации президента и так далее, но тоже это надо понимать, это источники не на самом верху, это вот средний уровень максимум. Вот, поэтому никто точных прогнозов и дать не может. То есть разговоры про это идут все время, а когда будет принято решение, никто не знает. Но понятно, почему будет удар, да, потому что ютуб для большинства российского населения это вот такое окно в удобный и привычный им мир, да, где они, конечно, потребляют в большей степени не какой-нибудь политический контент, а все что угодно, детские, значит, сказки в режиме аудиосказки, да, то есть начитываются, не знаю, там какие-нибудь безумные блогеры, которые там розыгрыши устраивают или какие-нибудь, значит, экстремальные фокусы или что угодно другое, что набирает миллионы просмотров, музыка, кино или отрывки из фильмов. Это то, что обычный человек привык потреблять. Значит, если это будет заблокировано, то это будет удар по потребительским привычкам того самого молчаливого большинства, на которое старается опираться Путин и его власть. Вот. При этом, еще раз, да, это в любой момент может закончиться, когда, если вред, вот присутствие вместе с тем контентом, о котором я рассказал, значит, присутствие, не знаю, Дудя, канала «Навальный лайф», «Популярная политика», «Каца», «Гудковых», значит, всех ютуб-каналов, всех независимых медиа, уехавших из России, да, когда их влияние с точки зрения администрации президента будет перевешивать, вот, вред, вот, значит, от, как бы, отключения россиян от привычного медиа потребления. Хорошо, тогда можем ли мы сказать, что присутствие ютуба и то, что ютуб до сих пор включен, он помогает россиянам создавать такую иллюзию того, что ничего не поменялось, да, как бы, и санкции не влияют, и они могут вести себе привычный образ жизни, да? В значительной мере, да, думаю, это справедливо. Хорошо, а может ли Россия оказаться в ситуации, как, например, как Северная Корея, заблокироваться от всего внешнего мира? Насколько это возможно в России, в такой большой 140-миллионной стране? Еще недавно казалось, что невозможно, значит, и сейчас, мне кажется, что все еще довольно сложно, но, в общем, движение в этом направлении идет, скажем так, постепенно. То есть сейчас я уже, в общем, могу себе это представить. Не только что про ютуб идет речь, например, там идут споры про блокировку Википедии. И вроде, значит, недавно был новостной повод, очередной раз, значит, часть представителей власти сказала, что да-да, мы хотим заблокировать, обязательно ее надо блокировать. Значит, одна, что другая часть в лице, например, министра информационных, ну, значит, Минцифра это у нас называется, да, в России, по сути, министр информационных технологий и информации Максут Шадая, вот, буквально пару дней назад, по-моему, сказал, нет, не будем блокировать Википедию. То есть сигналы идут разнонаправленно. Хорошо, а вот это вот блокирование России изнутри, да, то есть, как бы от внешнего мира, оно как-то скажется на ту пропаганду, которую Россия ведет в запределы России? Допустим, в такие регионы, как Республика Молдова, русскоязычное население, допустим, Молдовы, Украины, тех же стран Балтии, как бы это каким-то образом повлияет на это или это вот здесь ничего на возможности России вещать за рубеж это никак не повлияет? Думаю, что никак не повлияет, поскольку, значит, практически не осталось в Ютьюбе серьезных, заметных каналов, связанных с какими-то официальными русскоязычными медиа, там, телеканалами и так далее. То есть, практически такая вот государственная, прямая государственная пропаганда в Ютьюбе закончилась. А реальная пропаганда никуда не закончилась, просто она идет очень успешно и массировано по другим каналам, в первую очередь через, ну, как бы телевизионные каналы, там, где они не заблокированы, да, ну, а там, где заблокированы, через Телеграм, через другие социальные сети, ВКонтакте, все что угодно. Которые очень популярны, и одноклассники, да, которые очень популярны в том числе. И одноклассники, да. В том числе в Георги. А вот это развитие альтернативных сервисов, допустим, тот же YouTube, он насколько реалистичен, да, то есть, как бы, чтобы восполнить или возместить тот контент, которого лишатся россияне в случае блокировки YouTube. Здесь я не специалист, но, исходя из того, что я вижу из отзывов специалистов, консенсус пока таков, что YouTube – это провал с точки зрения именно замены YouTube, да, то есть, это нишевый продукт, у которого нет технологических и прочих шансов полноценно YouTube заместить. А вот у чего есть теоретические шансы – это видеоплатформа ВКонтакте. И некоторые, значит, телодвижения во власти и в распределении бюджетов говорят о том, что ставка сейчас, ставка сделана именно на ВКонтакте и на видеоплатформу ВКонтакте. Ну, Важа, а в чем разница? Это какие-то технические особенности ВКонтакте или просто там более творчески подходят к этому вопросу? Там все вместе, да, и технические, и материальные, и, собственно, ресурс властный, который стоит за руководством обеих платформ, да, значит, ну, просто надо помнить, что ВКонтакте руководит там совместно, по сути, дети Кириенко, Добродеева, который руководитель ВГТРК, еще там разные другие дети, вот, ну, в общем, у них ресурсов гораздо больше. То есть старички при власти пристроили своих детей в такую современную IT-сферу? Да. Я не астролог. Это все равно, что, или там какой-нибудь древнеримский авгур, гадающий по полету птиц, или гаруспик, гадающий по внутренностям животных. Нет, это не ко мне. Я не готов делать такие прогнозы. Хорошо. Электронные повестки. Вообще, насколько это, потому что я задаю этот вопрос, потому что в Молдове и в ГГУЗе, где мы живем, очень много ГГУЗов являются гражданами Российской Федерации, проживают там, и этот вопрос их тоже касается, да, и потому что, получив гражданство Российской Федерации, они получают тот же набор прав и обязанностей в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вот это вот введение электронных повесток, оно вообще как повлияет на жизнь людей? Люди беспокоятся по этому поводу, потому что к ним просто на телефон приходят уведомления, что они теперь должны прийти, явиться в военкомат и там поехать на фронт. Его также называют военным крепостным правом. Насколько это соответствует действительности, с Вашей точки зрения? Ну, пока эта действительность в виде правоприменения не наступила, мы точно не знаем, как это будет. По поводу того, волнуются или не волнуются, тоже сказать однозначно невозможно. Те, кто знает про это и как бы не хочет на фронт, те, очевидно, волнуются. Те, кто как бы готов идти на фронт, они и так готовы, чего им волноваться. А те, кто про это не знает, те не волнуются, потому что не знают. Я подозреваю, что еще довольно многие просто про это не знают, потому что, скажем, российское телевидение, по сути, проигнорировало введение вот этого закона. Ну, то есть в каких-то новостях это прозвучало, но, скажем, в итоговой аналитической программе Дмитрия Киселева на канале «Россия» в воскресенье про это не было сказано ни одного слова. Просто ноль. Полное игнорирование, потому что, видимо, они, не понимая, как это продать населению так, чтобы не вызвать отрицательных эмоций или паники, решили от греха просто промолчать. Ну, тоже вариант. Но что это будет и как это будет работать, пока не ясно, хотя, скорее всего, как только база повесток, о которой идет речь в медиа и, собственно, обсуждалась, которая обсуждалась в парламенте и которая прописана в законе, будет технически сформирована, будет это следующим образом происходить. Значит, гражданину приходит в госуслуги электронная повестка и дальше он тут же попадает автоматически под запрет определенных действий, а именно выезд, собственно, из России за рубеж, то есть в базу для пограничников попадет. И по прошествии семи дней эта повестка, независимо от того, был заход в систему, не был заход в систему, будет считаться автоматически врученной. И дальше человек будет обязан явиться по повестке, а если он не является, он будет считаться уклонистом и к нему будет применено все, что по закону действующему полагается применять к уклонистам. В частности, запрет на сделки с недвижимостью, на вождение автомобиля, ну и еще там по рукам. Получение кредита, по-моему, да, получение кредита. Хорошо, так что это то, что ждет людей. А стоит ли переживать тем, кто еще не успел уехать из России? Ну, опять же, переживать в зависимости от того, какие цели перед собой человек ставит. Но если он не хочет служить, если не хочет воевать на фронте, да. На мой взгляд, если человек адекватный, то и он теоретически может быть мобилизован, то он должен очень сильно переживать. И его семья должна очень сильно переживать, но переживать надо было начинать, в общем, раньше. И то, что мы сейчас видим, в отличие от ситуации начала марта 2022 года, когда был первый слух о закрытии границ и мобилизации, которая не произошла тогда, да. И в отличие от сентября 2022 года, когда мобилизация произошла, сейчас никаких очередей на границах, да, не возникло после этой новости. Отсюда, ну, просто, да, практика критерий истины. Вот сейчас практика такая, она изменилась. Наверное, отсюда мы должны сделать рациональный вывод, что те, кто хотел и мог, это очень важное совпадение, да, далеко не все, кто хочет уехать, реально может уехать. Но и далеко не все хотят уехать. Это тоже, ну, никто не обязан, это не автоматическая история. Вот, ну, в общем, те, кто хотел и мог, те уехали, а те, кто не уехали, те не хотят и не могут. Либо хотят, но не могут, либо могут, но не хотят. Вот так. Ну, хорошо, а тут не могу не задать и этот вопрос. То есть, закрытие границ возможно, потому что мы, это уже, как бы, такая форма закрытия границ, чтобы не выпускать людей, не давать им возможность уехать за рубеж. Ну, то есть, грубо говоря, возвращение в Советский Союз, когда железная зановость, никто никуда не может уехать, получаешь выездную визу в Авире и так далее. Такое возможно? На мой взгляд, совершенно легко возможно. И думаю, что в итоге, ну, с высокой вероятностью это состоится. Если война будет продолжаться, а никаких пока не видно оснований считать, что она в относительно скором будущем закончится, значит, гайки будут закручиваться все сильнее и сильнее в России. Просто это естественное и логичное развитие событий. Так что, да, боюсь, что вариант, ну, может быть, не совсем, сначала частичным закрытием, потом чуть более частичным, а потом половинным, а потом еще. Ну, то есть, это будет, скорее всего, не какой-то одномоментный, ну, как бы, да, событие, как по щелчку, а будет такое ползучее, как сейчас вот у нас, ползучая мобилизация, которая, вроде как, объявлено, что первая волна закончена, и сейчас мобилизации нет, а формально ничто не мешает ей идти, и она тихенько идет, постепенно, значит, большую часть уговаривают на контракт подписаться, в общем, ну, в любой момент этих контрактников может не хватить, и будет без всяких юридического нового оформления и без объявления продолжена мобилизация, столько, сколько надо, столько мобилизуют. Тем более электронная повестка облегчает задачу мобилизации. Да. Илья, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, делиться этим видео, ставить лайки и отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok